Здравствуйте, друзья! 29 апреля. В Одессе дождит. Ну ничего, погода такая, что и погулять можно достаточно тепло. Кто любит гулять дождь, то мы увидим на улицах. Но вообще-то достаточно пустынные улицы, в центре города особенно. Сейчас все сидят по домам. Это связано еще и с тем, что ограничение поставки бензина, в общем-то, даже те везунчики, которым удалось заправить свои автомобили, то давали не более 30 литров на одну машину. Но в ближайшее время ситуация должна выправиться. Мы знаем, что повреждения на Кременчевском нефтеперерабатывающем заводе. Во время войны мы все думаем, кто мы, что мы, что нас ждет, какое будущее у страны, какое будущее у каждого из нас. Мы вспоминаем заповеди, вот эти страшные нарушения заповедей, не убей, не прелюбодей. Но мы видим, что сохраняем верность заповеди, в особенности в Одессе, люби ближнего своего, как самого себя. За два месяца мы хорошо это осознали. В Одессе особый размах волонтерского движения. В общем-то, до сих пор помогаем с водоснабжением. Николаеву там поврежден водопровод. Мы помогаем Харькову, печем хлеб. Да и сами одесситы помогают друг другу во всем. Ну, хотя бы вот такая вот беда сейчас у всех единая. Но 30-го завтра будет небольшой праздник в зоопарке. День молодого льва. Тех самых львят, которые перевезли из Харьковского зоопарка. То есть у Одессы есть своя культурная жизнь, даже в такие сложные моменты. 66-й день, 65-й день я уже сбилась со счета. Ночь прошла как бы спокойно, но мы знаем, что сбиты. И три беспилотника, и одна ракета, и все время докучают нам, усиливают угрозы Одессе. 2 мая, 9 мая, вот такие сакральные даты. Ой, так скорее бы они уже прошли. Мы видим, что в Одессе все равно жесть идет своим чередом. Я бы даже сказала, что все наши коммунальные службы работают как бы лучше, чем в мирное время. Наверное, так и должно быть. В всяком случае улицы на редкость чистые. Но вот кто-то всегда нам бросал вызовы. А Одесса грязная, а Одесса грязная. Вот сейчас Одесса практически стерильная. И, конечно, по сравнению с другими городами, у нас здесь оазис, у нас здесь спокойно, пока спокойно. И поэтому у нас очень много беженцев, по отношению к которым мы тоже должны проявлять сочувствие и должны проявлять помощь. Многие миллионы людей уехали за пределы Украины. Это, в общем-то, если вдуматься, столько разбитых судеб, измененных судеб. Кому в лучшую, кому в худшую сторону. Мы ждем, что все наши вернутся назад. Но я знаю на примере моей семьи, что удивительную доброжелательность проявляют европейцы, украинцы. И мы должны передавать это. Мы должны понимать, что все это должно теперь уже с генами передаваться нашим детям и нашим внукам. Мы знаем, что подписан Ленд-Лиз. Но мы все равно восстановим наш город. Мы все равно восстановим страну. И с Ленд-Лизом, и без Ленд-Лиза. И мы знаем, что мир будет. Главное, не допустить расчеловечивание. Главное, сохранить нашу душу. Главное, смотреть в будущее. Обязательно встретимся, если нам никто не помешает. А пусть не помешают.